Вино и сыр. Ученые нашли неожиданную пользу их употребления. Пища, которую мы едим, может непосредственно влиять на качество наших когнитивных функций в пожилом возрасте. Это ключевой вывод исследования, проведенного Университетом штата Айова, освещенный в статье, опубликованной в журнале Юра Калерт. Инициаторами исследования выступили Ауриэль Вилет, доцент кафедры пищевых наук и питания человека и Брэндон Клайнинст, кандидат наук о неврологии, работающий в отделе пищевых наук и питания человека в штате Айова. Это исследование является первым в своем роде крупномасштабным анализом, который связывает конкретные продукты питания с последующими изменениями когнитивных функций мозга. Уилет Клайнинст и их команда проанализировали данные, собранные у 1787 взрослых от 46 до 77 лет. Участники заполнили тест на жидкостный анализ ФИД. В рамках опросного листа с 2006 по 2010 годы, а затем в период с 2012 по 2013 годы и вновь в период с 2015 по 2016 годы, анализ ФИД дает моментальный снимок способности человека думать на лету. Участники также ответили на вопросы о том, какие продукты они потребляют. В результате исследования выяснилось, что сыр защищает от возрастных когнитивных проблем даже на поздних стадиях жизни. Ежедневное потребление красного вина было связано с улучшением когнитивных функций. Еженедельное потребление баранины, но не другого красного мяса, позитивно повлияло на улучшение когнитивных навыков в долгосрочной перспективе. Чрезмерное потребление соли – это плохо, но только лицам, уже подверженным риску заболевания Альцгеймером. В зависимости от генетических факторов некоторые люди, кажется, более защищены от последствий болезни Альцгеймера, в то время как другие, кажется, подвергаются большему риску. Тем не менее, я считаю, что правильный выбор пищи может предотвратить болезнь и когнитивный спад в целом, добавил доктор Клайнинст. Напомним, диетолог раскрыла неожиданные преимущества фасованных продуктов. Также ранее мы писали о специи, которая помогает похудеть и облегчить боли.